Приветствую Амигос! Уж больно часто стали меня просить сделать микро гайд по командирам Warhammered Warfare, кого куда сажать и почему. Видимо людям, либо людям вернее мало тех гайдов, которые уже есть на ютубе на эту тему, а их там просто до хрена либо хотят слушать только меня, что в принципе тоже приятно. Ну не важно, просто пишут в комментах, пишут в чате на стриме, сегодня написали даже на почту, но я понял, что уже тянуть дальше нельзя. Время объяснить все-таки с моей точки зрения, кого куда сажать и почему. Значит сразу скажу, что у меня есть только 7 стандартных командиров, которых может открыть абсолютно каждый. У меня нет ни одного командира за предзаказ, у меня нет еще какого-то там одного плюшечного командира, но говорят, что они говно. Во-вторых, в принципе, ничего страшного, что у меня их нет, все равно, скорее всего, у вас их нету тоже. Значит, первонаперво вопрос стоял как? Каких командиров сажать в танки? Кого куда сажать, в принципе, довольно легко определить. И дело даже не в том, что два командира открываются на арте, и типа они хороши только на арте, там два командира на ББМках. И это не значит тоже, что они там хороши только на ББМках, да, и один открывается на танках, это Воропаев, ну и этот, по-моему, самый базовый. То есть дело отнюдь не в этом. Исходить надо из параметров основных, какие нужны для данного вида техники. Многие пытаются выбрать себе командира таким образом, что типа, а у Воропаева там большая часть перков активируется при каких-то условиях. То есть у него типа перков, которые работают всегда, там очень мало. Значит, типа Воропаев якобы говно. Ничего подобного, на самом деле. Это определяется не так. Вот смотрите, допустим, вы играете на ББМках или, ну или ИТшках сразу, да, потому что ББМ и ИТ, они делят одних командиров. Так, что случилось для них. Важно что? Для них важны параметры заметность, незаметность и дальность обзора. То есть, ну, ББМки, если ездят, им надо далеко смотреть, стоят в кустах, строят турами, им надо быть невидимыми, да. У каких командиров есть бонусы на дальность обзора и на невидимость? Это абсолютный лидер Сабрина Вашингтон, у которых первый же перк, это плюс 40 метров к дальности обзора. Два перка на незаметность во время стрельбы и просто пока стоишь. То есть, для ИТшки, для какой-нибудь кустарной, Сабрина Вашингтон это абсолютно верный выбор. Она вне конкуренции. Что касается Филиппа, у которого последний перк, такой же, как у Сабрины, 40 метров к дальности, а все остальное здоровье очкам командира и экипажа, но экипаж в этой игре, считай, бессмертный, они практически не умирают, это бессмысленный перк. Эффект минус 10 к разбросу, но если вот вы играете на ЛТшки, да, и очень активно на ней играете, стреляете на ходу, то минус 10 к максимальному разбросу, в принципе, полезно. Два активных перка у него не очень такие интересные, то есть, если рядом враг, ну, 20% узлом вражеских машин урона, если рядом есть союзник, а если этот союзник еще и урон получает, вообще идеально. Филипп просто начинает охреневать и увеличивает свое время перезарядки. Ну, насколько часто ЛТшки ездят стадом, да, насколько часто рядом есть какой-нибудь союзник? Ну, не часто, скажем так, если ты осуществляешь подсветку, чаще всего, мне кажется, ты один, рядом никого нет. Это если вот вы стоите стадом где-нибудь в кустах, тогда можно взять Филиппа, но учитывая, что у него перка на незаметность нету, скорее всего, именно вы получите тот пистон среди всех, да, и никакого бонуса за то, что союзник рядом с вами огребет, вы не получите от этого. То есть, он-то будет невидимый, поставив Сабрину, а вас все спалят. Некоторые сажают Сабрину в Вашингтон на танки, наивно полагая, что я сейчас посажу командира-невидимку и буду стрелять из кустов весь бой, какой красавчик. Так было бы, если бы мы в картоху играли. Только там до сих пор непонятно, как работает обнаружение, почему в чистом поле можно из вида пропасть, за тремя травинками можно, там, не знаю, корову спрятать. Здесь параметры незаметности машин работают очень четко и очень классно. То есть, ОБТшки светятся в любом случае, кого бы вы на них не посадили. Если ББМка со своей безумной дальностью обзора подъедет, она все равно запалит, потому что незаметность у танка, видите, 0.5, 0.5, 0.5, ну, не литраж 0.5, а 0.05, ну, вы видите, да? То есть, незаметность у ББМки и выше, и дальность обзора выше, то есть, абсолютно невыигрышно сажать на ОБТ Сабрину. Этого смысла вообще нет никакого. У вас все равно спалят и дрюкнут. То есть, попытка посидеть в кустах на ОБТ в этой игре, ну, она оправдывает себя на некоторых картах, конечно, где там на Тихой реке, например, где база находится на возвышенности, да, и в конце команды врага штурмуют эту высоту, пытаясь выбить из нее очередного куста дрочера. Он, конечно, им насовывает, но это можно сделать с любым командиром. Там Сабрина вообще не при делах, то есть. Значит, дальше... Дальше идут сразу два самых беспонтовых командира, по моему мнению, в этой игре. Это Рашид Аль Атсаси и Йонси. Я так называю Яни Сассана, потому что Яни Сассана, если букву переставить, мне кажется, получится слово Ссанина, и выговаривать сложно, а Йонси это как-то проще, что ли. И, по-моему, его так все называют, или мне кажется. Значит, этот Рашид Атаси, это Птуровод. У него перк основной, самый такой, который его выделяет. Это на 10% время захвата цели у Птура увеличивается, да, либо время перезарядки Птуров. Но кто на Птурах играет, те играют из кустов. Там, скорее, незаметность важнее, чем какие-то там 10% ко времени прицеливания Птура или перезарядки Птура. То есть, если апать этого командира когда-нибудь решат, то, во-первых, почему у иконки, которая показывает, очевидно, дальность обзора, здесь бонус почему-то скорость поворота корпуса, да, причем здесь бинокль. И, во-вторых, здесь вот должно быть минимум 25% времени перезарядки Птура, времени захвата цели Птура, чтобы я вообще задумался о том, чтобы этого... Нет, перезарядка Птура 25% слишком жирно. Тут процентов 15 должно быть. А вот время захвата цели точно должно быть там процентов 25, чтобы я вообще подумал о том, что не посадит ли мне его в какой-нибудь танк. Потому что в том виде, какой он сейчас, он нахрен не нужен, я считаю, никому абсолютно. Время перезарядки, условия рядом и союзника. Но, опять же, рядом, если стадой стоишь, стадом... Вот, причем непонятно, на Птуру это влияет или нет. Потому что время перезарядки Птуров, это, кажется, отдельный перк. Если два прокачать, 20% будет суммарно. Если будет, то вот этот скилл оправдан. 10% здесь хватит. Урон от членов экипажа. Опять же, ну и урон членам экипажа. Я повторяюсь, экипаж в игре пока что практически бессмертен. Это фигня. Поэтому здесь надо брать однозначно узлы и надеяться, что вы будете кого-то поджигать. Следующий капитан бесполезности. Недавно спрашивали, где он открывается. Он выглядит так довольно эпично. Он открывается на каких-то там ББМках, по-моему. На БМД-2, что ли. Или на предыдущий. Не знаю, короче. Но командир крайне голимый. Опять-таки, бинокль, который как бы намекает на то, что дальность обзора. Но на самом деле 20% к урону узлам вражеских машин. Но из-за этого, в принципе, из-за набора скиллов Йонси некоторые сажают на арту. На самом деле, ну, крайне сомнительное решение. Вот скилл, например, огнемет. Вероятность поджечь вражеский двигатель удваивается. Что, в принципе, хорошо. Но возникает вопрос. Поджечь только двигатель или баки тоже будут лучше возгораться? Пироман плюс 5 сек длительности пожара у вражеской техники. То есть, видимо, невзирая на автоматический огнетушитель, который стоит вообще у всех. Ну, 5 секунд. Что за 5 секунд? Это еще 3 раза в дамаг нанесете. Да, там же не каждую секунду танк теряет здоровье, когда горит. Он теряет здоровье примерно раз в 2 секунды. То есть, а если не то, не сё. То есть, ну, 2 раза еще там циферки вылетят, и танк потушится после этого. То есть, это так себе перк. Эффект плюс 20 к уронам члена вражеского экипажа. Ну, повторяюсь, это пока что беспонтовый скилл. Вот еще 2 перка, связанных с пожарами. На 20% ускоряется перезарядка, если вы кого-то подожгли. И на 50% ускоряется перезарядка, если подожгли вас. Вот. Ну, и, наконец, минус здесь к разбросу. Что, типа, ну, это в основном для стрельбы на ходу. То есть, в принципе, этот человек, я думаю, более-менее гармонично смотрится не на арте, а на ВМП-терминатор, который постоянно поливает пулеметами, там, не знаю, фугасными, пулями нефугасными. Мне кажется, там наибольшая вероятность каких-то поджогов возникает. Ну, или, в принципе, с вот этим перком условия возгорания двигателя. То есть, если вас подожгут, его хорошо сажать на челленджер. На челленджер, который постоянно горит при выстрелах в фары, да, ему в фары стреляют, он загорается. То есть, туда сажайте Яниса, надейтесь, что вас в очередной раз подожгут. И у вас будет минус 50% скорость перезарядки. То есть, челленджер начнет шмалять просто с фан-блинтастической скоростью. Перезарядка у него будет около, там, секунды 3. Ну, самая минимальная перезарядка в этой игре, это вот, как я вижу по RDFL, по этой, это 3 секунды, 2.97. Ниже нельзя сделать, я проверял. Вот. Ну, и с другой стороны, против других челленджеров, если брать другой скилл, да, у этого Янси, и поджигать других челленджеров, получать тоже этот бонус, там, 30-20% скорость перезарядки. То есть, ну, единственное применение, это на седьмом левеле на танках, короче, больше он, в принципе, нахрен не нужен, этот Янис. На арте я его сажал на паладина, но очень редко кого удается поджечь, даже из паладина. Пазик двухтысячный, там, тем более, никого не подожгет. Дальше идем. Кто остается? Ну, два... Остается, вот, остались только кандидаты на то, чтобы вы их посадили в танк. Это Воропаев, Мирамон и Руденко. Тут, на самом деле, все очень просто. В моих ранних видосах у меня на танках, если вы посмотрите, сидели вообще кто попал. То есть, на них ориентироваться не стоит. Дело в том, что тогда еще и перки у командиров криво работали, там не было смысла заморачиваться, кого куда сажать. Один хрен, никто ничего не давал. В общем, все просто. Если в танке экипаж три человека, надо сажать Воропаева. Если два человека, надо сажать либо Руденко, либо Мирамона. Но два человека экипажа, это в основном Т-ветка. То есть, это ЛТшки, и то не все. И МБТ-70. Больше ни на ком двух человек, в принципе, я не видел. На всех европейских, немецких, американских ОБТшках на них везде полна коробочка людей. Там по три чайка сидит. Дело все в чем? Дело все в перке Воропаева, который дает 10% к христиристикам остальных членов экипажа. То есть, если в танке есть... Ну, основные параметры до ОБТ какие, да? Это скорость прицеливания и скорость перезарядки. Именно из-за скорости перезарядки все сажают Руденко и Мирамона. Потому что у Воропаева скорость перезарядки это активный скилл. То есть, минус 10% кремни перезарядки в случае рикошета. Что, кстати, часто очень бывает в этой игре. Поэтому скилл практически после каждого вашего выстрела неудачного он срабатывает. Здесь нету скилла перезарядки, который действует постоянно. Поэтому люди его и не сажают. Но вот этот скилл 10% к характеристикам остальных членов экипажа. Он дает 10% к перезарядке заряжающего. Поэтому нивелирует вот эту ситуацию, что у него как бы нету скилла постоянно на перезарядку. То есть, у него есть зато 10% к перезарядке просто за счет вот этого скилла. И плюс еще, когда вы рикошетите, это еще 10% к перезарядке. То есть, 20%. Вот, кроме того, кроме первого и последнего скилла, что здесь еще есть? Плюс 25% к прочности орудия и основания башни. Но, как бы, многие танки пробиваются, да, в погон башни. А там еще и орудие критуется. То есть, скилл очень полезный. Ну, или 10% к скорости ремонта, что тоже неплохо. Ибо, если вы возите вот этот наборчик, у вас будет 20% скорости ремонта. То есть, если вас арта постоянно ставят на гусеницу, то теперь на 20% быстрее гусеница будет чиниться. И вы от паладина, допустим, от второго выстрела, возможно, в некоторых ситуациях будете успевать уезжать, смотря какой билд у паладина собран. Прилив сил. 20% к уронам узлам вражеских машин. Условия попадания с максимальным уроном. Что тоже бывает довольно часто, если вы стреляете в борта или в задницу к кому-нибудь. Или же критуете танк под башню, да, там, в мехвода с критом, там, Т-80, допустим, в люк с критом. Ну, сразу включается вот этот перк. Ну, 20% к узлам вражеских машин на ОБТ. Вот на арте это да, на ОБТшке, но я не знаю. То есть, но челленджер какой-нибудь все равно с первого выстрела не загорится у вас. В иных ситуациях я вообще не знаю. То есть, для меня перк 20% к узлам вражеских машин, это в первую очередь ассоциируется именно с поджогами или с избиванием гусеницы. Но с первого выстрела гусеница все равно не сбивается, и танк с первого выстрела не загорится. Поэтому, нафига нужны эти бонусы на командире, который сидит в танке, да, я не понимаю. Немножко не понимаю. К времени прицеливания, здесь минус 10% условия повреждения узла вражеской машины. Что случается очень часто, если вы попадаете в гусеницу, на башню, в оптику. То есть, ну, тоже практически все вот эти три перка, они практически после каждого вашего выстрела, там, они включаются, да. Ну, либо вы отрикошетите, либо кританете и задамажите. То есть, постоянно активируются перки у этого чела. То есть, очень, в принципе, годный командир. Ну, а если у вас, если вы играете на Т-ветке, да, то в Арапаева сажать смысла нет. Ну, как смысла, он будет у вас в танк поточнее, но вы к бонусу, к перезарядке не получите, потому что заряжающего в танке нету. То есть, танк у вас будет заряжаться. Поэтому в Т-ветку сажают либо Руденко, либо Мирамона. Значит, какая между ними разница? Между ними, по сути, разница только в одном перке. У Руденко это 50% к урону членам вражеского экипажа, продолжительность 60% условия уничтожения узла вражеской машины. То есть, ну, даже не крит узла, а уничтожение. Но это бывает, когда вы там какую-нибудь ариету в оптику пытаетесь разобрать. Там оптика у нее уничтожается довольно быстро и легко. Там газы можно уничтожить. Ну, а остальное, минус 10% к времени при зарядке, что годнота, скорость смены боеприпасов. Ну, в принципе, можно обойтись. Но если вы, как я, часто переключаете комули и бобсы, бобсы и комули, то, в принципе, как бы, ну, имеет смысл данный перк. Ну, скорость прицеливания, что святое дело для ОБТ, такого косого, как Т-ветка. Ну, а урон узлам вражеских машин, я уже говорил, так, фуфляндия. У Мирамона все то же самое. То есть, скорость смены боеприпасов, скорость прицеливания, урон узлам вражеских машин и минус 10% к времени перезарядки. Единственная разница, что у него после выстрела вместо перка, где в случае уничтожения оборудования активируется перк, ну, вместо вот этого, блин, последнего, как он там называется, вот. Вместо вот этого перка, где урон членам вражеского экипажа, да, вражеский экипаж, я уже, ну, в сотый раз говорю, он бессмертен практически. То есть, очень редко, когда кто-то, кого-то можно выбить, кроме командира танка самого. Вот, а у Мирамона это перка к ускорению на бездорожье, 15%. То есть, я это так себе представляю. Дело в том, что Т-ветка, она очень картонная, да, вместо брони какая-то вафелька стоит, и она играет от альфы. То есть, выехал, дал свою плюху и должен как можно быстрее уехать с линии ответного огня, потому что тебе, скорее всего, задамажит. Вот, и в этом плане Мирамон очень полезен, то, что у него плюс 15% на бездорожье. На городских картах, конечно, это не действует, как я понимаю, потому что там, ну, в основном асфальт, не знаю точно, как оно там работает, но на каких-нибудь картах, где вы там воюете в песочных дюнах или еще где-то, перк, в принципе, полезен. Это основная причина, почему я его на рту часто сажаю, да, чтобы по трассеру вас не вырубили. Сразу выстрелил, дал газу, пока у тебя бонус активирован на разгон, и отъехал в сторону. Но на танке тут другая ситуация. Дело в том, что на Т-ветках УВН просто полное говно, ствол не опускается, и на каких-нибудь картах, где вы стоите на бездорожье и получаете вот этот бонус от выстрела, вы просто, ну, для того, чтобы выстрелить, там надо высовываться, как бы, очень полностью сильно, вы уже плюху получите. То есть, можно будет, ну, смысл отъезжать уже, как бы, он не так активен, потому что, когда танк Т-серии пытается, там, танкануть от башни или выехать из какой-нибудь, там, кочки, первым плюху получает именно он в свое днище, а уже потом производит выстрел и отъезжает. Ну, то есть, поэтому, что Руденко, что Мирамон, то есть, как бы, разница особо не велика. Но, с другой стороны, все-таки, учитывая, что экипаж-то на танках вообще бессмертен, а ускорение на бездорожье, ну, можно в атаку быстрее поехать. Я, в основном, ставлю чаще все-таки Мирамона, чем Руденко. Ну, и остается, собственно, всеми любимый класс, это арта, на которой, на которой тоже недавно люди прохавывали фишку Воропаева, да, почему Воропаева надо сажать, то есть, ну, это связано, опять же, с тем, что экипажа в арте, где сидят четыре человека, скилл по 10% на перк дает очень много, очень страшный просто бонус. Ну, а вот два заряжающих, да, что дает, как бы, ну, два по 10%, то есть, плюс 20%, минус 20% ко времени перезарядки, то есть, ну, вот, смотрите, допустим, на пазике на 2000-е у меня время перезарядки, сейчас 6.63, сейчас я даже Кока-Колу поставлю. Вот, 4.6 у меня стало время перезарядки, я сажаю, допустим, Руденко, которая лучше уничтожает оборудование на вражеских машинах, или Миромона, который отъезжает быстрее, у меня время перезарядки становится 6.63, то есть, как будто Кока-Колу я в слот и не ставил. Сажаем обратно Воропаева, получаем 4.63, то есть, если у вас в арте экипаж 4 человека, однозначно надо сажать Воропаева. Ну, а если экипаж в арте у вас 3 человека, то, в принципе, можно Воропаева не юзать, хотя, с другой стороны, разброс, да, увеличится у вас, потому что там, ну, ну, перк разброса, ну, разброс, он увеличится, но незначительно, да, учитывая, что арта сплэшует, в принципе, можно взять и все-таки Руденко, которая, как-никак, ну, арта единственная, кто здесь маломальский экипаж выносит, да, и Мирамон, опять-таки, отъехать вам быстрее позволит, на 15%, но позволит, поэтому вот на Паладине еще можно подумать насчет экипажа, ну, а если вы играете там, ну, и на Акации тоже, на Акации экипаж 3 человека, ну, а на Пальмарине и Пазике 2000, естественно, надо сажать Воропаева. В общем, все, вам на этом микро-гайд по командирам, не такой уж и микро получился, кстати, на этом гайд по командирам подходит к концу, надеюсь, вам понравилось, можете со мной что-нибудь, о чем-нибудь в комментах поспорить, что-нибудь там нажать, что-нибудь там написать, короче, адьес. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok